Девушки отдыхают Чтобы все-таки он точно показал, что эта сучка Люба виновата А смысл? В данном случае экспертиза лишь так обязательная процедура Я не думаю, что она сможет опровергнуть То, что Люба по своей воле специально смогла ввести Огромную дозу лекарства пострадавшей Ну и на сто процентов подтвердить не сможет Так, для галочки Для галочки Может есть все-таки что-то такое, что точно доказывает ее вину Ну давай это что-то, я не знаю, подкупим, фальсифицируем, подделаем Ну да хоть все и сразу Нет, это дело как игра в шахматы Тут нужно до конца доиграть, чтобы понять, кто победит Нужно делать умные, неординарные и интересные ходы Интересные ходы, ну прекрасно Легко сказать Сложно сделать, а главное Никакой гарантии Да нет, инедри, в кого надо подкупим Если надо будет, сфальсифицируем Но это не бесплатно За свои желания надо платить Я готов Вернись в любовь Вернись в любовь И унеси меня Напередай Искать тебя Дышать тобой Вернись в любовь Вернись в любовь Нин Я очень виноват перед тобой Но я думаю, что из любой ситуации можно найти выход Что-то пока не видно этого выхода Все наладится, вот увидишь Пройдет какое-то время Что врачи говорят? Когда тебя выписывают? Ничего не говорят, ну тем и лучше Некуда мне возвращаться Незачем мне больше жить Что ты такое говоришь? Что есть, то и говорю Был ребенок и не стало Была надежда И там умерла Нин Прости меня Ты еще и художница Слушай, а мне нарисуешь Моего? По фото Я тебе сейчас покажу А твой-то Тебе что-нибудь собирается Возволять? Мой кто? У тебя никого и нет Да нет, есть вообще-то И муж есть И сын Там много еще? Последние Лат, распишитесь Давайте Знаете что, дядя Эдик А у меня вообще-то тоже личная трагедия И у меня тоже есть полное право Так как вы сесть И на все забить Поэтому решено Я начинаю есть мороженое Потому что С вином у меня не сложилось Да и голова потом будет болеть Так что Буду есть его Пока не околею Вот так Спрашивала тебя Ты так и не сказала За что тебя арестовали-то? А ну-ка Жанка-голодранка Брысь отсюда, я сказала Тебе умывальник ждет Прям не дождется Как будто засранный оставил после себя Брысь, мыть Яд какого? Я здесь при чем? Ну ты тугайка, я посмотрю, да? У тебя здоровье твоего недорого Шустренько, дуй отсюда Вот такие уродки Здесь бывают Четвертая ходка Рецидивистка Извините, у кого здесь можно попросить кофе? Мужчина, ну возьмите сами чашку Поднесите к аппарату Нажмите на красную кнопочку Ну неужели так сложно? Интересно у вас систему Как лучше в заведениях Европы Самообслуживание Последний писк ресторана барного искусства Я вообще удивлен, что вы сами об этом ничего не знаете А деньги кому давать? Ну там, рядом с сейфом положите Они просто привыкли Что мы все время рядом с ними У них создалась иллюзия Что мы никуда не денемся И всегда будем их любить А надо просто заставить их ревновать Может, думаете, это поможет? Субтитры сделал DimaTorzok Ваня, не очень красивый, спасибо А пахнет так Я пойду в вазу поставлю Подожди, Юлечка Не торопись Сейчас Юля Юлечка Я прошу тебя Стать моей женой Это очень неожиданно Разреши, я Натяну это кольцо тебе на пальчик сам Очень красивый, Ваня Я жду ответа, Юля На моё предложение Я согласна Спасибо 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 вам большое За то, что вы так быстро отреагировали И вернулись в Веченск Это моя работа Тем более, дело серьёзное Не терпит отлагательств Своей стороны, обещаю, что делаю всё возможное Завтра, кстати В 11 встречаюсь со следователем Потом со своей подзащитной Попытаюсь выяснить Почему ей запретили Встречи с родственниками И передачи Да, вот с этим произволом Надо что-то решать Дмитрий Скажите Вы верите в то, что Люба абсолютно не виновна? Слушайте Я не верю, я знаю Ну, тем лучше Конечно, публикации в прессе Нам не удастся избежать И что-то уже было ещё до суда Это несколько Усложняет дело Но Трудностей я не боюсь Ну, по поводу этого Вы можете не переживать Все финансовые затраты Я возьму на себя Самое главное Если что-то понадобится Вы мне сразу сообщаете Договорились Ты что, малолетка, ослепла? Что-то спалить там хочешь Что болит? Кто к тебе не лезет? Не до слова Может, врачай? Нет, не надо Сейчас Пусть уже немножко Пусть уже не лезет Что у вас случилось? Поль, мне сейчас Не до нежности Я была в тюрьме Хотела передать передачку для Любы Её не взяли Я написала прошение О свидании Не приняли Я не понимаю Мне кажется, что Что кто-то воюет против меня Что кому-то Кому-то специально хочется Чтобы мне и моей семье было больно Ну, перестань Ну, Катюш, ну, перестань, пожалуйста Ну, нет у тебя врагов Нету Скажи, пожалуйста Ты говорил с Сергеем Насчёт Любы? Чёрт Да ну, не успел я Ну, понимаешь, не застал его на рабочем месте Я пришёл, а у него уже рабочий день кончился Ну, я Ну, я не понимаю Как я мог мне рассчитать время Я завтра с ним поговорю Толя Толя, я Я с пониманием всегда относилась К тому, что ты Никогда не делал то, что я тебя просила Ты не хотел заниматься бизнесом Ты не подписывал вовремя документы Ты не приходил вовремя ни на какие встречи Ну, как ты не можешь понять Когда дело касается моего ребёнка Ничего не имеет смысла Я не понимаю, почему у тебя нет Нет времени, чтобы встретиться с человеком От которого зависит судьба моей дочери Я не узнаю тебя Катя ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глубаша Тебе уже легче? Да, получше немного Помогите! Замкнись, я сейчас родусь ТОМОНИЧНАЯ МУЗЫКА ТОМОНИЧНАЯ МУЗЫКА ТОМОНИЧНАЯ МУЗЫКА ТОМОНИЧНАЯ МУЗЫКА Игорёк, ты слишком много переживаешь Переживаю? Да Естественно, что переживаю Игорёк, сейчас не время переживать Нужно больше делать Любу арестовали незаслуженно Но это же ясно Ты главврач И лечение Нины было на твоём личном контроле Правильно? Правильно Но что я могу сделать? Нине совсем другая доза была назначена В десять раз меньше Я не понимаю, о чём думала Люба Когда вливала в Нину такое количество Ты сам понимаешь, что ты сейчас говоришь Я понимаю! Ты считаешь, что она виновата? Я не знаю Ошиблась напутала Но слишком высокая цена за ошибку В нашей профессии это недопустимо Мам, всё, я уже всё сказал Давай закончим эту тему Тошно уже Оставь меня в покое Мне нужно подумать Так Что тут у нас? Нормально всё Послышалось, наверное? Ну, смотрите У меня Сучки А ты, сучка, ещё раз варежку откроешь Огребёшь по полной программе Усекла? Иди в угол Тварь Чтоб я забыла, что здесь находишься Курица гнилая Ну, что уставились? Заняться нечем? На, глотай Уж прям всё Ни жива, ни мертва от страха На, нож поэта Адвокат мне носит От зубной боли Нормально, помогает У тебя тоже скоро пройдёт Ну, где болит-то? Беременная, да? Я? Ты как в камеру вошла Я сразу всё поняла Может быть такого Мы с мужем очень давно пытаемся Зачать ребёнка Но у нас не получается Ну, ты отлично Вот так всем и говори Что не беременная А лучше молчи Кто привязываться станет Говори Почки прихватила Мочевик Вот и приступы Почему? По кочану Тут с беременными Не цацкаются Узнают Мигом в больничку И вычистят Вот ты что-то Свои глазёнки-то разула Да, наврут потом Кровотечение Заражение Медицинская необходимость Ты попроси Чтоб тебе незаметно Тест принесли Я ещё ни разу не ошибалась Говорю тебе Дар у меня Трэнс me Трансфузия Транс Транс Трэнс Трэнс Язык сломать Можно Дмитрий Олегович, подключите, пожалуйста. Да, 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 давайте, подпишем. Так, стоп. А кто-то у нас увольняется? Василин, Василин. А кто это такой Василин? Так он же в Москве еще с вами работал. Он женится, переезжает в Тверь. А, ну да, конечно, Василин. Ой, кстати, вот он просил вам передать. И еще просил передать, что вы золотой начальник, и ему было очень интересно работать под вашим руководством. Да? Ну что ж, очень приятно, когда люди о тебе такого хорошего мнения. Особенно сотрудники. Спасибо. 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 Тебя в первый раз замели? Я в тюрьме впервые. То-то и оно. Тебя к первоходкам должны были посадить. Но у кого судимость первая, а тебя к нам поместили. Улавливаешь мысль? Пока не очень. У кого-то зуб на тебя. Сломать тебя хотят, расколоть. И курицу вон иду приставили. Какую курицу? Жанну. Чтоб ей пусто было. Ты не поняла? Она на ментов работает. Курица по-нашему. Они ей поручили тебя разговорить. Ну а сами что-то ей взамен дали. Там свидание, сигареты. У нас здесь сигареты, ну вроде денег. Да ты вообще здесь? Ты меня хорошо поняла? Про сигареты? Про Жанну. То есть ей нельзя доверять? Да не ей, а вообще никому. У нас здесь, ты запомни, выжить-то сложно, но можно. Главное, сама себя не подставляй. Душу свою нараспашку не делай. Здесь нужно молчать. Разговаривать нельзя, а только слушать. Никто не зацепится, если сама не надриндишь лишнего. Слыхала? Не верь, не бойся, не проси. Спасибо, Сань. Так вот, давай записываем. А с этого числа, сегодняшнее потом проставишь. Всем работницам клиники, имеющим детей до 18 лет, рабочий день сокращается на 2 часа. Да. Вот это да, Анатолий Олегович. Да, тут должность потом отдельно проставишь, напечатаешь и мне на подпись. За полчаса управишься. Господи, Анатолий Олегович, если бы вы знали, как я вам благодарна, то я вечно не успеваю за младшим садик 6. Я прихожу, он уже там сидит один. Да? Ну вот видишь как, теперь эта проблема решена. Спасибо вам, Анатолий Олегович. Не за что, давай, беги и печатай. Спасибо. Давай, давай, давай. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, слушаю, профессор Калинин. Да. А с кем имеет честь? Из Москвы? Да, 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 не узнал. Богатым будете. Я внимательно слышу. Что вы, ну что вы, что вы, что вы, что вы, спасибо, спасибо большое. Конечно, услышите, это из уст высшего начальства, это... Ой, а для меня как... Что? Да я как-то не собирался по этой линии идти, оно все само собой получилось. Ну, как же, помню его, помню. Да и весь его персонал центра помнит. Как он себя чувствует? Передайте ему мой нижайший поклон. Да. Да, я счастлив, что могу быть полезен. Спасибо, спасибо большое. А, ну, еще раз до свидания, да? Счастливо. Ну что? Профессор. Твоя песенка спета. Я у тебя все отобрал. Я тебя победил. Я лучше тебя. Вот так вот. Ничего личного. Здравствуйте, дядя Сереж. Какой тебе, дядя Сережа? Я Сергей Романович Вавилов, следователь. Это когда-то я был дядя Сережа, когда еще не знал, кто ты есть на самом деле. Кто? Убийца ты. Я? Да. И тебе повезло, что потерпевшая выжила. Поэтому судить тебя будут только за покушение. Но я ничего не делала. И не надо выкручиваться. Не надо. Тебе не выйдет. Вот была бы у тебя хоть капля разума, ты бы уже давно написал признание. Я ничего не буду писать. Мне нужен адвокат. Ишь ты. Ишь ты. Что захотел? Адвоката ей подавай. Знаешь, дорогая моя, таким, как ты, адвокат не полагается. Что такое-то? Ну, зачем? Зачем мне делать ней неплохо? Ты еще спрашиваешь. Да у тебя сплошной мотив. Стресс. Это раз. У тебя забрали ребенка, которого ты уже почти считал своим. Но его забрали не в тот вечер, а гораздо позже. Ну, ладно. Зависть. Это два. Какая зависть? А ты завидовала, Кузьмук. Ты же не можешь забеременеться. Правда? Откуда вы? Да как вам вообще не стыдно? Как вы смеете? Чего ты там бубнишь-то? Чего такое-то? Чего ты бубнишь? Поднось себе. Сиди спокойно и молчи в тряпочку. Проснись. Да проснись же. Ну, проснись. Так. В баре полно народу. Я одна не справлюсь. Так. В санэпиденстанция пришла. Налоговая. Господи, а. Вот человек. Заплатил налоги. Спи спокойно. Ау. Что ты орешь, как сирена? Я поделаю. Какое мы еще делаем? Не видишь, у меня антракт. Я согласна. Я согласна их разыграть. Ну, помнишь, ты то, что ты вчера мне предлагал? Что я тебе предлагал вчера? Ну, я подумала, подумала и решила, что я согласна. Вот это вот их немножко разыграть, чтобы они немножко поревновали. Столько. У меня есть несколько условий. Какие такие условия? Так. Во-первых, во-первых, ты перестаешь пить. Это обязательные условия. А остальные не обязательные? Во-вторых, во-вторых, ты снова начинаешь работать в баре. Хорошо? Хорошо, хорошо. А в-третьих, ты идешь и приводишь себя в порядок. Потому что мне жених-алкаш не нужен. Куда ты? Приводить себя в порядок. Надо же соответствовать, раз ты такой требовательный. И ревность. Это три. Все знают, что вы собирались пожениться с Бруковым. Только он-то сбежал со свадьбы. Вот ты пыталась отомстить Кузьмук. Которая обскакала тебе по всем статьям. Так что давай, дорогая моя, пиши признание. Деваться тебе некуда. Все, дорогая моя, допрыгалась. Добрый день. Позвольте представиться, адвокат Войнаровский. Я буду представлять интересы Любови Фадеевой. Очень приятно. Люба, как ваши дела? Все ли хорошо? Как с вами обращаются? Снос они кормят? Да. Да, конечно, все нормально. Ну тогда, если вы не возражаете, мы сразу приступим к делу. Люба, скажите, а вам объяснили суть обвинений, которые вам предъявляют? Нет. А следовало бы. Господин Авилов, будьте добры, объясните моей клиентке, что вы ей предъявляете. Да, конечно. Ревизию проводишь? Ну да. Что-то вроде. Юля, все в порядке? Я ничем тебя не обидел? Да нет, ну что ты? Как ты можешь обидеть? Ты же идеал. Ты прекрасен, ты само совершенство. Ты серьезно так считаешь? Серьезно. Ну я рад это слышать. Я рад. Вон ты проблема. Что мне кажется, Я до тебя не дотягиваю. Ты не просто идеальный мужчина, ты мэр. У тебя должна быть идеальная женщина. Эталон красоты, первая леди. А я... Юля, да ты у меня самая лучшая. Но ты делаешь меня счастливым, неужели это непонятно? Да, но... Вот ты знаешь, как я представляю себе чей-нибудь разговор? Как? Мэр-то у нас хорош, а вот жена его... Или еще хуже. Мэр прекрасен, а в жены себе взял какую-то простушку. Наверное, и сам такую. Но я не хочу, чтобы из-за меня о тебе думали плохо, понимаешь? А я не хочу, чтобы ты забивала себе голову какой-то ерундой. Тебе не нравятся эти вещи? Нет, но если бы только это. Так, Юля, давай решать проблему по мере их поступления. Давай так, после обеда мы идем в магазин. Идет? Правда? Да. Ваня, спасибо! Я так хочу, чтобы ты мной гордился. Я хочу быть самой-самой лучшей, понимаешь? Да. Ну, собственно, все. У меня вопросов больше нет. Ну, отлично. Ну, что ж, я тогда вызываю конвой. Конвой не нужен. Я хочу остаться с своей подзащитной, чтобы поговорить с ней с глазу на глаз. Но заключенная... Пока подследственная. У меня есть разрешение на общение с ней тет-а-тет. Если хотите, могу вам показать. Нет, нет. Не стоит. Всего хорошего. Да. Всего доброго. Если честно, я не знал, что вам понадобится. Хотите перекусить? У меня вот здесь есть бутерброды, фрукты, сок. Вот шоколад возьмите. Не стесняйтесь. Спасибо вам огромное. Но, если честно, совсем не хочется. Люба, вы как-то бледным выглядите. Вам не здоровьица? Вы знаете, у меня есть с собой лекарства какие-нибудь. Хотите валидол? У вас есть ножка? Да, конечно. Вот, возьмите. Спасибо огромное. Секунду. Вот это передайте охраннику. Он закроет мне глаза на то, что вы проносите лекарства. Спасибо. Вы знаете, хотел сегодня задать вам много вопросов. Но лучше подожду, когда вы немножечко придете в себя. Могу я что-то еще для вас сделать? Может, что-то нужно передать от отца? Принести одежду, сигареты? Я вас очень прошу. Принесите мне тест на беременность. Только... Я понял. Я никому ничего не скажу. Как она? Как она выглядит? Хотел бы вас обрадовать, но, к сожалению, не могу. Что с ней? Она очень бледная, напряженная. Вполне возможно, это последствия какого-то стресса. Я попытаюсь выяснить, из-за чего. Дима. Скажите, а вообще, как она? Что-то движется, что-то происходит? Хотелось бы, чтобы было лучше, но пока все не так. Следователь очень мне не нравится. Он как-то очень к ней враждебно настроен. Ее свидания не дают. Но я попытаюсь что-нибудь сделать. Знаете, столько в своей практике видел плачущих матерей. Не вы первая. Не вы, к сожалению, последняя. Но для Любы сейчас было бы хорошо, если бы вы не теряли присутствие вашего духа. Тихо, мамочка. Катюша, не переживай. Все, 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 тихо, тихо, тихо. Какая неожиданная встреча. Что я? Не ожидала? А я вот тоже волнуюсь о судьбе Любы. Она ведь член моей семьи. И ты, кстати, тоже. Господа, мне пора. Я позвоню. До встречи. Катюша, а мне кажется, тебе тоже пора. Да. Вызывали? Вызывал. Присаживайтесь, поговорить надо. Да. О чем? Сергей Романович, прийти, если не трудно, ставьте, пожалуйста, меня в известность обо всем, что касается дела пострадавшей Кузьмук. А что-то не так? Не так. Я узнал, что вы зачем-то запретили принимать передачу для Фадеевой. Лишили ее свиданий. Ну, это же для следствия. Для следствия, если речь идет о маньяках, там, о злостных рецидивистах, а не простой медичке, вина которой, кстати, не доказана. Ну, я делаю все по закону. По закону, формально. Верите процессуальным кодексам, чтобы испортить Фадеева нервы. Я запрещаю вам это делать. А вы не можете мне этого запретить? Могу. Пока я сижу в этом кресле, песчинствовать вам не дам. Толик, зачем? Зачем? Затем, что я захожу в кафе и вижу, как мою жену лапает этот вездесущий Еремеев. Я тебя не понимаю. Дима просто пытался меня успокоить. Я разнервничала. Что здесь такого? Дима, 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 Дима. У тебя один Дима на уме? Он мой очень хороший друг. Таких друзей за нас и в музей. Видел я этого друга? Вообще не понимаю, как ты позволила себя трогать, а? Как ты позволила? Дима, между прочим, делает все, чтобы помочь Любе. А я не могу тебя ни о чем попросить. Ну, значит, ни о чем. Что значит, ты не можешь попросить? Ты знаешь, куда мы сейчас едем? Куда? К Вавилову. Зачем? А за тем, что я договорился с ним о встрече подальше от посторонних глаз. Пока этот ваш престарелый адвокат будет изображать видимость деятельности, мы, Катенька, будем действовать. Юленька, ты замечательно выглядела. Нравится? Конечно, очень. Ой, вам очень идет. Я подобрала вам в том же стиле. Может быть, примерите? Это новая коллекция прямиком из Франции. Из Франции? Это еще дороже. Забудь об этом. С сегодняшнего дня ты первая леди. Спасибо. Катя, может, ты присядешь уже наконец, а? Я не могу сидеть, когда волнуюсь. У меня две минуты, я тороплюсь. Что вы хотели? Почему нас не пускают к Любе? Почему мы не можем носить ей передачки? Так не положено. В интернете написано, что положено. В интернете написано. На заборе тоже много чего написано. Так, слушай, Сергей, я, во-первых, прошу, разговаривай с моей женой вежливо. Это раз. А два, это то, что мы имеем право на свидание с Любой. Как бы ты нам мозги не пудрил. Я говорил сто раз. И скажу еще один. Ваша дочь убийца. Убийца. Ей свидание не положено. Ей положены нары. И параша ей положено. Что же? Что же? Что же? А! Толя! Зачем душу твою? Толя, перестань ты, что делаешь! Забыть, что ты делаешь! Я тебе сейчас напомню! Ему отпустил! Толя, перестань ты, что ты из нас отвозь, а? Успокойся. Ты видала, как она скривилась? Вообще, нам за этот номер могли давать золотую маску. Ладно, пойдем на воздух. Пойдем. Ну, что ты молчишь-то? Что я должен был сделать? Сидеть спокойно и смотреть, как он издевается над тобой и оскорбляет при мне твою дочь. Ну, я же должен был как-то вас защитить, ну, пойми ты это. Спасибо тебе. Спасибо, что ты меня поддерживаешь. Ниль, а ты куда-то уходишь? Да, я выписываю. Как выписываешься? Ведь врач сказал, что тебе еще пока надо побыть здесь. А я под расписку. У меня будет к тебе маленькая просьба. Какая? Помнишь женщину, которая ко мне каждый день прихранилась? Конечно, помню. Если она еще раз придет, передашь мне этот пакет? Хорошо, передам. Спасибо. Ну, все, я пойду. Берегитесь свое здоровье, своих малышей. Удачных вам родов. Непременно, Ниночка. Спасибо. Часто. Дайте, пожалуйста, вот Ромаева и Джульетта. Ага. Ну, я же тебе говорила, что здорово получится. Видела, как она клюнула? Слушай, ну это даже получилось веселее, чем я предполагал. Смотри, а здесь и Максимов? Так, давай играем, играем. Давай, давай. Спасибо. 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 Добрый вечер. Приветствую. Скоро заканчиваете сегодня? Да, скоро закрываемся уже. Хорошо. Ир, поздно уже. Ты когда закончишь свистни, я тебя дома провожу. Спасибо, конечно, но меня сегодня провожать не надо. Меня сегодня провожают. Эдичка, ты помнишь о наших сегодняшних планах? Мы с тобой еще должны кое-что обсудить. Ну, я имею в виду то, что мы с тобой в прошлый раз не договорили. Ладно. Пока. Пока. Обиделся. А ты чего такая довольная? Ну, как? Ты видел, как он зашевелился сразу? Проводить захотел. Ромео. Как бы мне твой Ромео лицо не набил своими кулачищами. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Фадеева, на допрос. Руки за спину? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Марочка! Девочка, девочка моя! Господи, как раз ты похудела! Тебя совсем не кормят, да? Кормят. Правда, не очень, невкусно. Да и ей совсем не хочется. Вы присаживайтесь, общайтесь, я попозже подойду. Спасибо. Конвой! Я посмотрела на сосудчик, но ей едет хуже. Тамарочка, мне совсем не правда не хочется. Вообще не везет. Тебя, ты как себя чувствуешь? Если честно, не очень. Вчера целый день плохо было и поташнило. Наверное, это от тюремной еды. Ну вот, хотела тебя порадовать. А что же мне сделать для тебя, девочка моя? Да спасибо вам большое. Ну, что вы со мной так ласково разговариваете. Это гораздо важнее любви, да сейчас для меня. Ну, давай поговорим. Пусть все плохое уходит в сердечко. Рассказывай. Лучше вы мне все рассказываете как-то. Ты же не знаешь, что тебе рассказать. Вот Андрей свидание нам устроил. Спасибо ему. Благей каждый день молится за тебя. Все будет хорошо. Ты добрый, светлый человечек. Не отчаивайся. Господь тебе поможет. Девочка моя. Давай, давай, давай. О, пожалуйста. Ой. Я извини, не знал, что я такой зверюга. Еще тот зверь. Можешь вместо меня работать теперь. Ну, ладно, давай считать. Ты не распатишься со мной, понял? Давай. Давай. Раз. Больно, спокойно, не тыкай. Два. Спокойно, два. Три. Три. Все. Что все? Четыре. Какие это четыре? Это четыре. Это не четыре. Это четыре. Четыре, пять. Все. Пять? Смотри, а это шесть, это семь, а это восемь. Да ты не ори. Это все девять. И сзади десять. За каждый синяк получишь по доллару. Ты мне пошути еще. Эх, Сережа, Сережа. Так, давай. Раз, Серег. Два синяка. Так. Три синяк. Эээ, ты где премия? Меркантильный ты, Сереженька. Меркантильный. Все б тебе бабки считать. Так, ладно, все давай. Я на работу пара. Давай, спасибо. Спасибо. Ты рубашку-то заправь. Серега, заправь рубашку. Ты из моего кабинета ходишь. Да заправь, заправь. Вот засранец, а. Здравствуйте, девчонки. Здравствуйте. А Нина где? А Ниночка ушла. Куда? Под расписку. Она этот пакет вам просила передать. Алло. Вася, Ва... Васенька, Нина пропала. Ушла из больницы. Никто ничего не знает? Подождите, у меня телефон по второй линии. Я перезвоню. Алло. Вася, это я. Я из автомата звоню. Слушай, мне... Ты бы не мог меня забрать. Мне нужно по одному очень важному делу съездить. А я что-то не очень себя чувствую. Да, Нина, конечно, заберу. Ты где? Да, все хорошо. Я скоро буду. Стой только там. И никуда не уходи. Все, давай, я быстро. ЗАВТРА ЗАВТРА Тебе меня никогда не понять. Потому что ты слабак. Из-за таких, как ты, была сломана моя жизнь. Ты заполучил королеву, а так этого и не понял, идиот! Ты понимаешь, у меня такое чувство, как будто бы я выходила замуж за одного человека, а живу с другим. Что вы хотели? Забрать заявление. КАТАНА ЛЮБОВ-2 ЗАВТРА О ДВАДЦЯТІЙ ОДРАЗУ ПІСЛЕ ТОК-ШОУ «ГОВОРЫТЬ УКРАИНА»